Здравствуйте, я от всего сердца приветствую вас на нашем сегодняшнем богослужении. Поскольку Павел во время своего допроса потребовал, чтобы его отправили к императору, слушание по его делу нужно было перенести в Рим, но попасть туда оказалось не так и просто. Пастор Вольфганг Вегерт в своей проповеди расскажет нам о начале этого трудного пути, которому посвящена 27 глава «Деяний святых апостолов». И сейчас я прочту вам стихи с 7 по 11 в качестве вступления. «Медленно плавая многие дни, и едва поравнявшись с Книдом, по причине неблагоприятного нам ветра мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошее пристань, близ которого был город Лосея. Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал, говоря им, «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом, не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Оказался ли Павел прав, и чему нас может научить эта история об ожидании, доверии и мужестве перед лицом бед и забот, об этом вы узнаете в нашей сегодняшней проповеди под названием «Убеждаю вас ободриться». Павел приглашает нас отправиться в него вместе с ним, и сейчас я хочу попросить нашего режиссера показать маршрут нашего путешествия. Мы уже побывали вместе с апостолом в трех больших миссионерских путешествиях, а это путешествие он осуществил, находясь под стражей. И началось оно в Кесарии, где он до этого два года провел в темнице. Первосвященники, иудейские начальники много раз пытались его убить, но Павел во время его допроса Фестом потребовал отправиться его к императору, чтобы его судьба не попала в руки иудеев. Фест сказал, «Этот случай для меня слишком тяжелый». Тогда Павел потребовал, чтобы его доставили к императору, и наш дорогой Павел отправился в Рим на корабле через Средиземное море. Мы уже много раз слышали о том, что это путешествие оказалось не просто легкой морской прогулкой. Проплыв один день, корабль пристал к Сидону. Там выгрузили груз. У Павла же оказалось немного свободного времени, и он отправился к своим братьям и сестрам по вере в местные церкви. У Павла были друзья повсюду. Там он воспользовался их усердием, как сказано в нашем сегодняшнем отрывке. Возможно, там ему заодно дали все необходимое для тяжелого путешествия, которое ему предстояло. Затем все снова погрузились на корабль, и Павел тоже, и корабль пошел вдоль берега. Надеюсь, вы видите. Вся эта история с самого начала получилась такой сложной, потому что долгое время дул западный ветер, очень сильный западный ветер. Вот почему корабль и поплыл вдоль берега. Павлу нужно было добраться из Кесарии в миру, город, находившийся в провинции Азии. Там Павлу и сопровождавшему его сотнику нужно было пересесть на другой корабль, как в метро. Они сели на корабль, шедший из Александрии и направлявшийся в Рим. То есть там они пересели на другой корабль. Но ветры были такие пронизывающие, и плыть было так сложно. А время шло. Путешествие продвигалось очень медленно. И вот они оказались рядом с Книдом, но побоялись туда заходить, и поплыли на юг Крита. Там они прибыли в место под названием «Хорошие пристани». Итак, «Хорошие пристани». Это была всего одна из промежуточных остановок в этом путешествии. Но именно там, в «Хороших пристанях», и начался кризис. Самый настоящий кризис. Сначала это были всего лишь задержка и сильные ветры, но из-за обусловленной ветром задержки время шло. И уже наступила осень. И перед командой корабля возник вопрос. Можно ли было решиться на столь долгое путешествие по открытому морю незадолго до наступления зимы? И в девятом стихе мы читаем следующие слова. «Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел советовал». Под постом здесь понимается Великий День Искупления, проводившийся в Израиле. По нашему сегодняшнему календарю это где-то начало октября. Плюс с тех пор прошло уже пару недель. То есть, если мы немного пораскинем мозгами, то получится, что они были в «Хороших пристанях» где-то в середине октября. А вы знаете, что в это время море потихоньку и постепенно становится очень неспокойным. Но сотнику Августу вместе с Кормчем и начальником корабля было невыгодно оставаться на зимовку на Крите вместе с таким количеством людей. А я напомню, у них было 276 человек на борту. Они хотели доставить груз в Рим и своевременно передать перевозимых на корабле заключенных, а также не рисковать. Потому что во время столь долгого ожидания некоторые из заключенных просто-напросто могли сбежать. Кроме этого, у моряков были семьи, а в Риме им должны были заплатить. Поэтому они милейшие люди. И так они заявили. Наступил октябрь, погода испортилась, так что мы отправляемся в путь. И так они были готовы пойти на риск и отправиться в столь сложное плавание. Собственно, Пол мог бы на это согласиться. Он мог бы сказать, да, мне тоже очень нужно в Рим. Чего ж мы застряли на этом Крите? Хоть это место и называется «Хорошие пристани», но не очень-то тут и хорошо. Я хочу в Рим. Ему тоже хотелось побыстрее попасть в Рим. Но Павел прекрасно знал, что такое кораблекрушение. В своем втором послании Коринфянам он писал. «Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. И вот оно, три раза я терпел кораблекрушение. День и ночь я пробыл во глубине морской». То есть у Павла уже был опыт в таких делах, и он совсем не хотел снова попасть в кораблекрушение. Хоть ему и хотелось поскорее попасть в Рим. У него уже были нехорошие воспоминания, связанные с морем. Именно с ним. А вот почему Павел сказал... Давайте мы прочитаем его слова. Тут сказано «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями». И с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но не только его горькие воспоминания, связанные с кораблекрушениями, заставили его остановиться. Но и то, что он был человеком терпения и рассудительности. У него была четкая цель. Но он не хотел добиваться ее силы. Он мог подождать. Он мог подождать Божьего времени. И если бы ему пришлось провести на Крите всю зиму, он бы принял и это из рук Бога. И, вероятно, он бы и там проповедовал. Я могу себе это представить. А заодно и основывать церкви. Как он уже делал на другом острове, на Кипре. Иисус сказал своим ученикам, «Мое время еще не настало, а для вас всегда время». Мы постоянно торопимся. Нам постоянно куда-то нужно. Все должно происходить немедленно и прямо сейчас. Все должно быть сейчас же. Но здесь мы видим уравновешенного человека, который мог подождать. Это одна из промежуточных истин нашего сегодняшнего путешествия. Умеете ли вы ждать? Или вы постоянно куда-то торопитесь? Хотите ли вы, чтобы ваши желания исполнялись сразу же? Должен ли Бог что-то делать сразу, раз вы этого захотели? Или вы – это человек, у которого есть терпение? Вам нужно терпение. Подумайте о вашей нынешней ситуации. Спешка не приведет вас ни к чему хорошему. Павел сказал, «Дорогие мои, я советую вам, давайте перезимуем. Давайте не будем торопиться. Не надо так спешиться. Давайте ненадолго остановимся». Павел был очень уравновешенным человеком, который мог постоять на своем. Хотя у него на сердце и были ясные представления и цели. Но Сотник больше послушался специалистов в морском деле, потому что считал, что они лучше понимали ситуацию и знали, во что может вылиться это путешествие зимой. Но они слишком торопились. И вот что сказано в деяниях. Но Сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Сотник должен был следить за заключенным, в том числе и за Павлом. Он услышал слова Павла и обратился к капитану, «Послушай, капитан, послушай, кормчи!» Вы слышали, что говорит этот заключенный Павел, которого так ценят. Фест сказал мне, что мне нужно за ним очень тщательно следить. Так вот, Павел сказал, что нам не стоит плыть дальше. «А вы что думаете по этому поводу?» «Ах, этот чудак!» «Успокойся!» «Мы же настоящие морские волки!» «Мы сбороздили!» «Уже все море!» И Сотник, конечно, больше поверил капитану, чем Павлу. А тут речь о том, что есть люди, которые больше верят другим людям, чем Слово Божьему. И вот тогда и происходят подобные вещи. Я хочу, чтобы вы приняли это своим сердцем, друзья мои. Не надо больше верить человеческой мудрости, чем тому, что написано в Библии. Ибо мы знаем, что слова Павла были от Духа Божьего. Это были Божьи слова. В Деяниях также сказано, что большинство пассажиров тоже хотели отправиться дальше и предлагали доплыть хотя бы до Финика, на западной стороне Крита. Они были в хороших пристанях. А город Финик находился на самом краю острова. Большинство пассажиров просило, давайте доберемся, ну, хотя бы до западной стороны острова, до Финика, и посмотрим, как там погодные условия. Итак, подавляющее большинство было за то, чтобы добраться до Финика. Но тут кое-что произошло. Как это всегда и бывает в жизни. В Деяниях сказано, что внезапно установилась хорошая погода и дул слабый южный ветер, и люди стали говорить, посмотрите на этого глупого Павла, какого бреда он наговорил. Мы знали, что все так и будет. Поэтому давайте не будем задерживаться в Финике и не будем долго размышлять, плыть дальше или нет, а отправимся отсюда прямо в открытое море. Друзья мои, ведь мы тоже так поступаем. Мы думаем, сейчас самое время. Но давайте не будем страдать от обстоятельств, а сделаем то, что говорит нам Слово Божие. И вот что сказано в Деянии. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эврокледон. Вероятно, это был тайфун. Разрушительный ураган, который мог разнести весь корабль. Так что морякам пришлось отказаться от всех попыток управлять им и позволить ему плыть по течению. Поскольку они боялись, что их вынесет на песчаную отмель, или, как сказано в Деяниях, что они сядут на мель, они опоясали дрейфующий корабль прочными веревками, чтобы укрепить корпус корабля и не дать ему развалиться из-за сильных ветров. Они выбросили груз за борт, а потом и корабельные приборы. Но, как многие дни, не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. Они не знали, где они вообще находились. Я покажу вам их маршрут на карте. Сначала они отплыли из хороших пристаней на Крите и отправились в сторону Мальты. И это продолжалось долгих 14 дней пути. И эти 14 дней они не знали, где они вообще находятся. За эти две недели они не видели ни солнца, ни звезд. Корабль то поднимала, то опускала. Иногда его накрывала волнами. И, как мы уже прочитали, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. Только буря, хлещущая вода и полная тьма. Никакой надежды, а еще они не могли есть. Вероятно, всех их мучила морская болезнь. Позднее Павел напишет, что они не могли ничего есть из страха. Но я знаю, что когда корабль постоянно качает, то тогда обычно нет никакого аппетита. Как-то я сам плыл из Гетеборга через пролив Скагерак. Я путешествовал в датский город Фредриксван. Мы плыли ночью, и это плавание продолжалось всего три часа. Как только мы отплыли от Гетеборга, тут же поднялся циклон. Это был довольно большой корабль. Меня три раза вырвало. Но лучше от этого мне так и не стало. Я просто лег на пол. Мне было очень плохо. В тот момент я хотел умереть. А теперь представьте, эти люди 14 дней провели в таком состоянии. Причем среди них был один Божий человек. Наверное, это была настоящая катастрофа. Они находились в большой беде. Вот такое у них получилось путешествие по Средиземному морю. А теперь давайте снова обратимся к деяниям. Кто, как вы думаете, мог что-то сказать в этой ситуации, что-то отдельное. Я часто летаю. И иногда попадал в ужасную турбулентность. Самолет в такие моменты жутко трясло. Один раз самолетом творилось такое, что я решил, что пилот потерял управление. И знаете, чего в тот момент я больше всего ждал? Я ждал, пока пилот ну хоть что-то скажет. Я хотел услышать, что мы вышли из зоны турбулентности. Но он ничего не сказал. И капитан Скормчим в нашем сегодняшнем отрывке тоже ничего не говорили. Целых две недели. Все пассажиры готовились к худшему. Никто ничего не говорил. И только у одного, одного единственного хватило сил что-то сказать, и это был Божий слуга. Павел. Вот какое послание передал Павел в деяниях. В этой тьме он сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ох, вот бы так оно и было, воскликнули все. Теперь же убеждаю вас ободриться. Дорогие прихожане, я тоже хочу это сделать. Я хочу, чтобы вы воспринимали нашу жизнь как путешествие. Прямо сейчас вы совершаете в своей жизни путешествие и как раз пересекаете Средиземное море. Вы сбились с курса, вас окружает тьма, и вы не знаете, куда вам плыть дальше, но послушайте меня. Бог обращается к вам и говорит «Ободритесь». Я хочу сказать вам, что в прошлом и не я один, Павел тоже это признавал, и вы признайтесь, что совершали много ошибок, что не прислушивались к мудрым советам, что не слушали Слово Божьего. А в нашем случае я добавлю, что вы, возможно, не слушали ваших пасторов. Возможно, вы в чем-то поторопились, вы поспешили, возможно, вы вступили в какие-то непонятные отношения. И вот началась буря. Вам следовало прислушиваться к тому, что вам говорили. Возможно, слушать, что говорят вам родители, но Павел был душепопечителем, он был полон любви, у него было чистое сердце. и Павел не стал вновь талдычить свои предостережения. Он принял ситуацию такой, какой она была. Он принял ее из рук Божьих, и эта ситуация не сломила его. Он не стал говорить, все-таки нам следовало переждать зиму. Я прекрасно знаю людей. даже христиане бывает ругаются со своими женами и другими людьми. Они только упрекают других, говоря, это ты виноват, потому что тогда ты сделал то и вот это. Если бы тогда это сделал, я же тебе говорил, и вот что я хочу вам сказать, если вы будете продолжать в том же духе, ваш брак окончательно рухнет, но у апостола Павла на сердце было другое. Он сказал так, даже эта ситуация, в которую мы по своей же вине и угодили, тоже была в конце концов послана нам Богом, и Он обязательно выведет нас из нее. И да, это правда. Берите все, что предлагает вам Бог, даже если вы сами навлекли на себя беду. Бог все еще у руля. Теперь же убеждаю вас ободриться. Как же Павел смог приободриться? Ведь у него тоже был повод для уныния и замешательства. Неужели Бог спас его от убийц в Иерусалиме и Кесарии, чтобы он утонул в Средиземном море? Почему Павел смог вести себя так, как будто он был капитаном? Я думаю, что когда-то он им действительно был. Но откуда у него взялась сила, такая власть и такая смелость, с которыми выступил Павел перед лицом гибели? Я думаю, так было, потому что Павел жил с Богом. Павел много молился. Я думаю, что все эти 14 дней и ночей, насколько ему хватало сил, он провел в молитве. Не зря же он написал однажды «Непрестанно молитесь». А еще он написал «Утешайтесь, с надеждой». В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно. По этим словам, друзья мои, мы можем понять, что Павел много молился в это ужасное время, и Господь был с ним. И сейчас я хочу воодушевить тех из вас, кто оказался в подобной беде. Много молитесь. Ищите лик Божий, и тогда Бог даст вам ответ. В скорби будьте терпеливы. Аминь. Павел призывал команду корабля и его пассажиров ободриться, потому что Бог должен был их спасти. Подобное послание в переносном смысле мы должны передать другим. К такому посланию относится и конкретная помощь нуждающимся людям. Наша церковь оказывает ее на всех континентах Земли, например, в Южной Африке. Сейчас мы покажем вам небольшой сюжет о том, как реализуются наши гуманитарные проекты в Бразилии. Коррупция Коррупция в стране не оставляет бедным слоям населения ни одного шанса выбраться из нищеты. Люди здесь предоставлены сами себе и живут в ветхих хижинах в районах, называемых фавелами. Горько смотреть на то, в какой бедности живут эти люди. У них нет даже самых основных продуктов питания. Им просто нечего есть. Пастор Крюгер и его жена заботятся о том, чтобы этим бедным кварталом регулярно жертвовали еду и необходимые вещи. Помощь семьям в беде. Это социальный проект церкви Ковчег, который имеет большое значение для беднейших слоев населения Бразилии. Благодаря этому акту любви к ближним возникают важные связи. Но поддержка здесь не ограничивается одной только материальной помощью. Люди здесь очень жаждут Бога, поэтому супруги Крюгер стали изучать с ними Библию и молиться. Люди были очень рады и благодарны за это. Мы рады помогать этим людям. они наши братья и сестры. О, Господи, помощь церкви Ковчег должна продолжаться, потому что для этих людей это великое благословение. Вместе мы победим нужду ради жителей Бразилии. Дорогие телезрители, Библия учит нас, что вера без действий мертва. Участие и заботы о нуждающихся в помощи являются выражением истинной веры. Мы благодарим всех, кто помогает нам дарить надежду и обеспечивать хорошее будущее людям по всему миру. Пусть Бог обильно благословит вас. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. «Музыка» «Музыка» Продолжение следует...